друзья всем привет в этом видео я поговорю с вами о своем первом знакомстве с петербургом которое произошло в июле 2009 года то есть 14 лет прошло до с тех пор тогда была первая поездка наша на четыре дня сюда первая знакомство приехали мы сюда помню 3 июля то есть да я видео укладываю снимаю чуть позже потому что мы из-за работы у меня к сожалению не получилось это сделать 3 июля 2009 года я впервые приехал в этот город санкт-петербург в качестве кассе туриста просто познакомиться с этим городом давно хотел съездить до этого чтобы свозили меня показали мне петер да потому что только его видел на картинках на фотографиях в книжках по телевизору на тот момент да еще интернета не было как такового вот и очень сильно и вот тогда действительно мы собрались поехать как раз посмотреть город и приехали тогда помню в питер я честно не особо помню да вот все те моменты уже всю ту атмосферу конечно больше всего мне запомнился это естественно невский проспект это петропавловка это дворцовая площадь петергоф сейчас я вам покажу несколько фотографий буквально вот несколько фоточек и я уже в телеграме и в дзене до этого их выкладывал вот поэтому подписывайтесь кому интересно на телеграм-канал на дзен сейчас покажу вот вам фоточки да вот сюда прикреплю сейчас можешь как-нибудь вот так вот подвинуть даже как-то поудобному было здесь у нас будет первая фотография это первый день когда мы только приехали петербург мы поехали в ломоносов ранее балу я вот на этой фотке да здесь мне 14 лет ну почти 15 до после 8 класса 8 класса только закончил поехали мы тогда то есть это был организованный тур с экскурсии то есть все мы приехали в питер нас встретил экскурсовод софья михайловна я помню вообще женщина просто потрясающе про петербург рассказывала вот ее действительно очень приятно слушать вот не хочу никого обидеть да но это было вот самый лучший экскурсовод которого я видел реально которая вот настолько может все рассказывать о городе хотя но остальные из курса тоже принципе интересно рассказывать есть чем поговорить расскажу расспрашивать расспросить тогда про спрашивать их но вот этот человек действительно почему-то вот очень до сих пор положительные впечатления произвел то есть вот потрясающе просто вот всю историю города знает от и до и нас тогда повезли в начале в манхэттен значит мы заехали в манхэттен да это на набережной реки фонтанке типа как-то типа как кафе-бар там у нас был завтрак чисто для нас да лично для нас он был вот там запомнилась такая сцена была то есть там видимо какие-то концерты проходят музыканты выступают не знаю существует ли этот бар сейчас ну как на кафе-бар я точно не знаю как называется более правильно значит манхэттен на набережной реки фонтанке может те кто мне из питера смотрят может до сих пор там в курсе помнят да жили мы тогда на метро московская на улице лент совета там никакая там не гостиница там что-то такое типа знаете как сказать но не гостиница и не хостел вот что-то вот какой-то вот просто общежитие что не назвать вот я даже его даже сейчас не помню где он находится то есть сейчас пройдусь полин совета я не найду уже ну рядом с метро московская там буквально минут 10 может 7 идти вечером кстати помню пошли на эту московскую площадь да вот эти меня просто мне удивили вот эти фонтаны я кстати показывал мне шорт съесть на канале вот эти фонтаны да действительно они очень сильно удивили там в принципе с тех пор ничего не изменилось хочу сказать то есть московская площадь она как было 14 лет назад да такое насталось затем на следующий день мы посетили здесь сейчас вот фоточку покажу значит напротив петропавловки это мы с братом между прочим на фотке да кстати видео смотрели да брат приезжал ко мне в питер прогулку вот такими были 2009 году и вот еще одна фотка это тоже музей инженерных войск артиллерии и связи по моему как-то так он называется я уж извиняюсь неправильного названия назвал там очень длинное название у меня есть видео также на канале где я гуляю по петроградке музея показываю ну со стороны улицы вот поэтому да это был у нас вот этот музей также помню что петропавловку мы тогда заходили не помню куда-то мы еще ходили в тот день или нет но почему тот музей очень сильно запомнился вот это доехали до метро спортивная как раз я увидел вот этот стадион да где тогда еще зенит играл частом молодежка играет вот горьковская тогда кажется чуть закрыта была на ремонт потом и на третий день помню мы ездили в петербург вот тоже одна из из фоток это посещение петергофа как раз у было 5 июля записываю видео 5 июля и эта фотка была сделана 5 июля 2009 года ровно 14 лет назад помню вообще была просто какая-то дикая холодная погода вот на тот момент моей жизни это был самый холодный день действительно это был самый холодный день я действительно не помню сколько забыл он был очень холодный ветер пол дождь и мы поехали в петергоф плыли мы тогда естественно метеоре это мне туда тоже знаете для меня это было каким-то новшеством да для меня этот настолько какие-то эмоции передавала плыть на петергофе в петергоф на метеоре тогда он стоил 600 рублей я не помню честно в одну сторону или в обе стороны но я цену я запомнил 600 рублей сейчас кстати недавно показывал сколько он стоит еще 800 кажется стоит тысячи полторы чуть такое вот ну и на последний день мы просто у нас была обзорная экскурсия по городу мы съездили нас возили показали пискаревская мемориальное кладбище на котором я кстати после того раза больше не был но мимо проезжал этот парк в парке так в этом был немного который на пискаревкину на бутлерово и все на этом так сейчас с вами все теперь фотки вам показал вот поэтому конечно а еще еще вот в тот день во второй когда мы посещали вот этот музей инженеров войск артиллерии артиллерии и связи по невскому гуляли мы вот в дом книги заходили то есть для меня тоже знаете это был этот дом книги такой большой магазин то есть у нас курске там тоже принципе дом книги есть но немного не таких масштабов не с таким ассортиментом книг да то есть там продаются книги и какие-то научная литература больше на иностранных языках очень много книг то есть у нас курске естественно такого не было потом посетили мы еще ездили в мегу решим это все-таки съездить мегу которая на парнасе потому что это был знаете просто вот посмотреть да что-то купить да вот купил это допомню себе что-то там покупал вот съездим это вот умер для нас это тоже знаете был каким-то мега большим торговым центром вот эти вот магазины в которых я никогда не был там ашан на икея которые никогда не посещал для меня это тоже забыла новшеством значит это когда в магазине в ашане до большой гипермаркет и там продается и продукты и бытовая химия там продается бытовая техника там и посуда продается из курске такого не было еще 14 лет назад может быть и было что-то не помню метро было тогда уже кажется в курске может кажется метр было в курске уже но это да короче таких магазинов еще не видел на тот момент то есть когда вот большой гипермаркет все можно было купить а кстати почему люди ездят вот приезжают туристы и из провинциальных городов до москву петербург и пытаю ну кто-то идет там магазины в торговые центры то есть кто-то считает смысл туда идти принципе все везде есть да и в москве и в питере и в курске и в белгороде и в воронеже там и в новосибирске да где угодно почему да сейчас просто объясню на самом деле выбор вещей допустим да если какие то вы хотите вещи купить или вообще что-то выбора все-таки в больших городах больше вот это хочу отметить что в больших городах все-таки выбора больше то есть что-то можно выбрать ну конечно если москву и питер сравнивать разницы не будет да а вот если допустим какие-то города там которые там с полумиллиона населения да и сравнить с москвой с петербургом там все-таки разница будет более такая более большая да то есть больше выбора на самом деле есть что купить то есть просто провинции в регионах ты этого не найдешь поэтому такие дела ну и тогда в итоге да знаете и тогда у меня уже такая загорелось желание что я хочу здесь жить я хочу здесь жить и тогда я конечно не подозревал что через много-много лет прошло вот после той первой поездки 10 10 с половиной лет прошло до после той поездки когда я уже действительно поехал в петербург именно с целью здесь уже жить с целью как житель поехал да то есть уже чтобы здесь жить и сейчас живу здесь конечно уже знаете таких вот масштабов мегаполиса вот воображение да вот таких масштабов мегаполиса у меня уже нет сейчас мне их уже нет сейчас то есть вот эти расстояния до какие-то там то есть вот это большой город ну уже принято обычная жизнь а тогда особенно как первый раз приезжаешь ты просто чувствуешь да вот этот масштаб мегаполиса вот эти большой город большие расстояния много всего сейчас это конечно уже не так все ощущается но все равно друзья вот гуляешь по центру когда как будто в первый раз вот все вот это видишь да шедевры этой мировой архитектуры и прочее вот все как первый раз вот уже сколько да и туристам сколько раз приезжал и живешь здесь да ну хотя бы раз в месяц центр ты выходишь да понятно что когда-то чаще когда-то реже а все равно вот это все как будто первый раз поэтому друзья вот такие дела такое видео получилось всем спасибо кто посмотрел всем пока